Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Как и обещал, сегодня опять про DaVinci. Ссылка на плейлист со всеми уроками в описании. Сегодня мы поговорим о том, как менять скорость клипа, но сначала я отвечу на один вопрос из комментариев. Был вопрос, как архивировать проект. То есть вы накидали в проект разных файлов из разных мест. Нужно его куда-то перенести. Как сохранить файл проекта я рассказывал, а где собирать исходники? Нигде. Нужно зайти в окно проектов. Правая кнопка мыши на проекте, который собираетесь архивировать и экспорт project архив. Выбирайте место, куда будете архивировать и сейв. Он спрашивает, нужно ли засунуть туда же кэш и оптимизированные видео. Если места не жалко, лучше да. И все. Сейчас он все заархивирует, то есть засунет в папку. И потом вы просто, ну когда понадобится восстановить, нажимаете правую кнопку мыши в окне проекта и говорите restore project архив. Находите. Нужно зайти в папку, чтобы он подцепил файл с расширением DRP. И говорите открыть. Все. А в архиве он все аккуратно раскладывает по папочкам, как они все там назывались. То есть все исходники в одном месте. Теперь про изменение скорости клипа. Делается это двумя способами. Вот мы подрезали клип под начало песни. Визуализация звуковых пиков нам это показывает. Если у вас пики не визуализированные, то это все настраивается вот здесь. Тут и отображение видеодорожки, и отображение аудиодорожки. Вот такая у нас тут красота. Итак, делается это двумя способами. Либо правая кнопка мыши и change clip speed. И просто крутите проценты. Чем меньше процентов, тем медленнее будет видео. То есть видно, что на 10% клип стал продолжительностью 27 минут, а был примерно 3. Либо можно дважды кликнуть и задать проценты вручную. Сейчас мы вернулись к исходному значению в 100%, то есть нормальной скорости. Что еще тут есть? Есть реверс, то есть мы запускаем клип задом наперед. Опять же по звуковой дорожке видно, что тут все теперь наоборот. По видео не видно, его хоть так, хоть так проигрывай. Незаметно, как человек играет на гитаре. Это, кстати, Витя Мазур, послушайте, очень крутой пайл. Также можно сделать freeze frame, то есть заморозить фрейм, то есть сделать стоп-кадр. Он разрежет его в месте, где стоит курсор, все, что до курсора будет видео, а все, что после стоп-кадров. Видео, например, можно запустить нормально. Сейчас оно у нас задом наперед. Так, вернем все, что было. Это первый способ. Второй способ визуальный, если можно так выразиться. Либо правая кнопка мыши и retime control, либо горячая клавиша ctrl-r. Теперь у вас появляется такая синяя полоса треугольников, и если вы будете сдвигать край кадра, как бы уменьшая его, вы будете менять скорость. Так клип очень сильно ускорится. Видите, 202 процента. А так наоборот замедлится, до 48 процентов. Это второй способ, и я всегда пользуюсь только им. Также здесь, если нажать на треугольник рядом с процентами, есть дополнительные настройки. В принципе такие же, как и в Change Clip Speed. Можно сделать реверс-сегмент, запустить клип задом наперед. Настройки по скорости при этом сохранятся. Можно также сделать стоп-кадр. И еще тут есть вот такая забавная фича – Pitch Correction – высота звука. Она же есть и в Change Clip Speed. Когда вы замедляете или ускоряете видео, звук становится выше или ниже. Ну, такой высокий детский или наоборот низкий мужской. Вот эта штука оставляет исходную высоту звука, то есть человек, например, говорит быстро, но своим голосом. Попробуйте как-нибудь забавно получается. Ну и соответственно эту функцию можно включить или отключить. Ну и расскажу еще пару действий из разряда помогающих на монтаже. Про ложную склейку. Вот вы подрезали клип. Потом поняли, что зря. А склейка осталась, а потом она точно где-нибудь вам помешает. Не беда. Выделяете склейку левой кнопкой мыши и нажимаете Delete или Backspace. Клип становится опять целым и не порезанным. Но если вы произведете с клипом какие-то манипуляции... Кстати, резать клип горячей клавиши Ctrl-B. Так вот, если вы произведете какие-то манипуляции, то удалить склейку уже не удастся. Это уже не ложная склейка, а вполне себе официальная. Это уже два разных кадра. Далее... Ну, я, наверное, уже об этом говорил, но повторю еще раз, потому что пользуюсь этим постоянно. История с пустотами. Вот вы подрезаете кадр. Остается пустота. Можно зажать кадр и сдвинуть. Но если за ним что-то есть, придется и все оставшееся по очереди также сдвигать. В общем, неудобно и лишние движения. Делается это проще. Выделяете пустоту левой кнопкой мыши и нажимаете Delete или Backspace. Кадр сдвигается. Пространство схлопывается. И все, что за ним, также сдвигается, пользуясь постоянно. И последнее, что успею сегодня, фейт в начале или конце клипа. Не помню, рассказывал ли об этом. На срезе клипа в начале или конце есть вот такие бегунки-маркеры. Если потянуть, например, на видео, то зона, отмеченная маркером, станет прозрачной. Причем прозрачность будет убывать, если в начале клипа, а в конце возрастать. А да, вспомнил, показывал. Когда я записываю скринкаст, почему-то эта функция не работает. Ну, в общем, попробуйте сами. Вещь очень полезная. И то же самое с аудио. Постепенное нарастание звука. Ну вот, разобрали еще несколько полезных функций. Это уже десятый скринкаст, но явно не последний. По DaVinci будет еще много. Так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok